Это город С, меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. У нас сегодня серьезный разговор, потому что к нам в студию пришел начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Самарской области Андрей Лунин. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Иванович, я не прошу, наверное, вас рассказать, что из себя представляет реорганизация налоговых органов, которая заканчивается вот уже буквально в Самарской области, потому что я посмотрела в интернете, ну это такая сложная цепочка бесконечных преобразований, оптимизаций, но может быть вы как-то сможете какую-то выжимку, но прежде всего почему она сейчас происходит и вкратце, что для нас нужно понять, чтобы ее не поменять? Ну реорганизация действительно, как вы сказали, она сложный процесс, который подразумевает под себя очень много действий, принятие решения, публикации, что мы начали, там ждем сроки определенные, установленные гражданским кодексом. Это общая процедура, которая не только налоговых органов касается, она касается и любого юридического лица, если оно решило реорганизоваться. Что касается реорганизации налоговых органов Самарской области, это общий тренд рабочероссийский, где идет сейчас динамика на то, чтобы сократить количество инспекций, укрупняем количество инспекций для того, чтобы более оптимизировать работу, чтобы был более однообразный подход, потому что когда вот у нас была регистрация, начиналась во всех инспекциях, абсолютно часто возникали вопросы, что люди жалуются, что в одной инспекции нам говорят одно, в другой инспекции говорят второе. Поэтому когда в 2015 году, в апреле 2015 года на территории Самарской области был создан единый регистрационный центр, вот эти все вопросы отпали. Тем самым мы достигли того, что единообразный подход на всей территории Самарской области. Он и практически на всей территории России одинаковый, потому что закон один и тот же. Просто бывают некоторые нюансы, которые по человеческому фактору, а так работа идет налажена одна. Смысл направления работы, закон один, все работаем по одному закону. Данная реорганизация, о чем вы сказали в самом начале, это как раз идет реорганизация налоговых органов Самарской области. Это будет сокращение количества инспекций, их останется 10 действующих, нормально, как все привыкли, и будет пока две специализированных. Один долговой центр и второй будет инспекция номер один. Она занимается. А вот это сокращение, я думаю, что у кого-то может быть возникнут опасения. Это сокращение не вернет нас в далекие 90-е, когда снова будут очереди, снова будет проблематично? Нет, сокращение, вот это данное сокращение, оно ни в коем случае не повлияет на налогоплательщиков заявителей, потому что служба сделала все для того, чтобы люди не почувствовали на себе вот это сокращение. Это почувствуют только мы, сотрудники налоговой службы, что у нас прошло сокращение, объединились инспекции, название инспекции поменялось. Просто так, как я представляю именно вопросы по государственной регистрации, сразу бы хотелось бы именно остановиться на вопросах государственной регистрации. Что для всех, вот как я уже сказал, что с апреля месяца 2015 года на территории Самарской области действует единый регистрационный центр налогоплательщиков. Это вся государственная регистрация происходит именно в этом центре. Этот центр работал на базе ИФНС России по Красноглинскому району по адресу Сергей Лазо 2А. В результате этой реорганизации данная инспекция, она присоединяется к инспекции Федеральной налоговой службы по Кировскому району и тут же происходит сменное именование. Это будет межрайонная инспекция ФНС России номер 20 по Самарской области. Поэтому еще раз повторю, что инспекция Красноглинского района присоединяется к Кировскому и идет сменное именование. Будет межрайонная инспекция номер 20 по Самарской области. Но для того, чтобы все люди не почувствовали это, чтобы все как привыкли, вот мы привыкли, что у нас на Сергея Лозо 2 регистрационный центр, он там же и останется. Все документы, которые необходимо нести в регистрационный центр, если вы все-таки хотите лично их отправить или почтой, надо направлять и нести именно на Сергея Лозо 2, где останется вот это на базе инспекции номер 20, будет работать тот же регистрационный центр. Сотрудники все остаются те же самые, качество услуги не меняется, также будет, качество будет хорошее как оно и сейчас, отказов практически не бывает. И смотрят документы те же люди. И если мы привыкли сдавать документы лично, то вы, еще раз повторяюсь, идете именно туда же, на Сергея Лозо 2а. Если вы уже привыкли, а большая часть, практически 80% заявителей идет теперь через интернет, с использованием в электронном каналы связи, из них, из 80%, которые идут в электронном виде, это 40% приходится на многофункциональные центры, потому что люди, так как многофункциональный центр Самарской области очень развитый, у нас в каждом практически населенном пункте есть многофункциональный центр. В результате соглашения между многофункциональным центром и Федеральной налоговой службой Самарской области, у нас все документы, и что это в соответствии с законом о государственной регистрации, поступают в регистрационные центры в электронном виде. Если вы обратились в многофункциональный центр, в любой, хоть в Сызрани, например, обратились, то в этот же день эти документы в электронном виде, используя каналы связи, поступают в регистрационный орган. Обращение в многофункциональный центр, оно равнозначно обращению в регистрационный орган. Так как вот проходит эта реорганизация, и с 31 мая у нас ФНС по Красноглинскому району перестает существовать, и будет межрайонный номер 20, поэтому документы все будут сдаваться межрайонный номер 20. Но опять же, еще раз повторяю, что это ничего для заявителей не меняется. Адрес, куда приносить документы, он как был, так и остается. Сергей Лазо, 2А. Единственное, у заявителя, после того, когда пройдет государственная регистрация после 31 мая, при получении документа, подтверждающего, что вас зарегистрировали, внесли изменения, у вас в окончании, где будет подпись должностного лица регистрирующего органа, будет написано, что подпись, фамилия, имя, и будет стоять, если вы в электронном виде получите документ, там будет голограмма, что подписали межрайонный номер 20 ФНС России по Самарской области. Поэтому вас не должно это смущать. Это вот то, что вы единственное, первое, что вы увидите при реорганизации, это что поменялось на именование регистрирующего органа. И, соответственно, с 31 числа мая, когда вы начинаете писать запросы, например, на получение копии учредительных документов, либо выписку, если вы будете обращаться в инспекцию, то надо указывать именно уже, что межрайонный номер 20 ФНС России по Самарской области. И, соответственно, реквизиты госпошлины тоже надо уже смотреть правильно. В реквизиты госпошлины там поменяются ИНН получатели, потому что инспекция становится номер 20, это будет реквизит. Все эти реквизиты размещены будут сейчас на сайте. При заправлении документов через сайт уплаты госпошлины все документы будут уже с правильными реквизитами. Потихоньку сейчас уложится это в голове у всех. Во всяком случае, тот, кто захочет к вам прийти лично, адрес в навигаторе менять не нужно. Андрей Иванович, вот регистрация бизнеса, это, ну, по сути, как его день рождения, да, вот он родился, начинает действовать. Ну да, действительно. А сколько на сегодняшний день зарегистрировано налогоплательщиков на налоговом учете у вас? Ну, на сегодняшний день стоит у нас на учете юридических лиц 87 тысяч юридических лиц на территории Самарской области и порядка и 66 тысяч индивидуальных предпринимателей на территории Самарской области. А если вот судить по текущему году, он такой все-таки непростой, и тут и после ковида восстанавливаемся, и после простоев различных. А вот какова активность налогоплательщиков именно по регистрации, по открытию, закрытию в течение последних месяцев? Да, действительно. Прошлый год был тяжелый, когда был ковид, когда закрывались целиком, у нас не работала инспекция месяц целый, потому что было локдаут, закрытие. И тогда вот именно в марте, в конце марта-апреля наблюдалось снижение активности. После того, как все открыли, как мы начали вести прием с мая месяца, уже практически, сейчас мы анализируем каждый месяц, и мы практически вернулись на прежний. Да, чуть меньше стало, но это не критично. Если, например, говорить о том, что до марта 2020 года регистрация, скажем, юридических лиц была на уровне где-то 800-600-700 юридических лиц в месяц регистрировалась, то сейчас мы вышли на цифру 600. 600, 580, 620 в месяц регистрируются юридических лиц. Соответственно, как вы же сами видите, цифры сопоставимы, поэтому активность бизнеса остается. Жизнь возвращается. Индивиальные предприниматели то же самое. У них тоже, они регистрируются практически ежемесячно порядка 1500-1200, 1600-1700 юридические индивиальные предприниматели регистрируются. По сокращению ликвидации юридических лиц, как была динамика, что порядка 200-300 юридических лиц ликвидируются ежемесячно добровольно. Добровольно это имеется в виду, когда мы сами принимаем решение, что мы, ну не пошла работа, либо мы закончили, создавалось юридицу, оно выполнило свою задачу, но его ликвидируют, учредители принимают решения, поэтому эта цифра, она практически не меняется, уже 200-300 юридических лиц добровольно ликвидируются ежемесячно. Индивиальные предприниматели тоже, наконец, с 2019-2020 год показали то же самое, что при государственной регистрации создания 1800-1700, 1600 индивиальных предпринимателей также идет прекращение деятельности, когда индивидиальный предприниматель сам решил себе прекратить свою деятельность, тоже порядка 1600-1800, 1900 индивидиальных предпринимателей прекращают свою деятельность. Это ситуация практически нормальная, потому что индивидиальный предприниматель, вот он зарегистрировался под какое-то дело, он решил, что я займусь вот этим делом, мне это пойдет, кажется, что получится, все, буду работать. При регистрации индивидуальным предпринимателем вы получаете статус индивидуального предпринимателя, что сразу на вас накладывает обязательства, и вы должны будете оплачивать пенсионный фонд страховые взносы, которые фиксированы, которые не зависят от того, работаете вы или не работаете, получаете вы доход, либо не получаете, вы зарегистрированы как индивидуальный предприниматель. И когда раньше, в 90-х, в 2000-х, в начале годах люди зарегистрировались с индивидуальным предпринимателем, мы забывали, ну не пошла работа, они не закрывались, просто оставляли индивидуального предпринимателя, он оставался, и потом возникли сюрпризы, что им начисляются вот эти страховые взносы, обязательно, это не налоговый, страховый, пенсионный фонд. Вот, поэтому для того и людям всегда разъясняем, если у вас что-то не пошло, вы решили, что не пошло ваше дело, вы зарегистрировались, отработали месяц-два, ничего не пошло, и не надо копить страховые взносы, вам проще закрыться, тем более процедура закрытия индивидуального предпринимателя, она очень простая, подается заявление Р-26-001, и в течение пяти рабочих дней вас закрывают. Как только вас сняли с регистрационного учета как индивидуального предпринимателя, у вас прекращается начисление вот этих страховых взносов, соответственно, вам не будет никаких начислений, страховых взносов, никаких сюрпризов и не получите. И буквально, скажем, тоже через месяц, если у вас опять что-то появилось, и вы решили, что нет, все-таки я буду заниматься, вот у меня вот уже опять появилась работа, я начал вот это делать, то также регистрируется индивидуальный предприниматель. Тем более регистрация индивидуального предпринимателя, она практически сейчас бесплатная получается. Если вы будете документы подавать через многонациональный центр, в электронном виде, соответственно, документы будут идти на регистрацию в рекорган, то госпошлина не оплачивается. И нотариус тоже не надо заверять, потому что если вы лично пришли, можете лично прийти в регистрационный центр, там, да, это будет считаться, что вы лично пришли, нотариус не нужен, но если вы придете лично в регцентр, то вы должны будете заплатить госпошлину 800 рублей. Если вы приходите в многофункциональный центр, подаете вот этот документ на госрегистрацию индивидуального предпринимателя, то госпошлина не оплачивается. И, соответственно, получается, что регистрация индивидуального предпринимателя вам обходится в 0 рублей, никакой госпошлины нет. Вы заполняете заявления, которые скачиваете, либо самостоятельно с консультанта, гаранта, с любой правовой системы, либо берете для удобства налоговой службы на сайте налог.ру размещено программное обеспечение, оно, как так и звучит, что это подготовка документов для государственной регистрации. Эта программа разработана Федеральной налоговой службой, она бесплатная, ее скачиваете на свой компьютер и начинаете регистрироваться. И вот хотелось бы сразу поговорить по поводу регистрации. — Вот я правильно прочитала, что процедура занимает всего три дня с момента обращения? — Да, вот как раз я и хотел дальше, что при регистрации. — Да, вот алгоритм проговорим. — Например, вы являетесь физическое лицо. Вот у вас возникла идея, что я хочу зарегистрироваться. И на сайте налоговой службы, опять в электронных сервисах, есть такой сервис, он как инструкция, или, можно сказать, учебник при государственной регистрации. Вы можете на него зайти и посмотреть. В этом пошаговой инструкции, как она идет, там расписано и идут примеры. Например, вот вы заявитель. Прежде чем зарегистрироваться, вы должны для себя решить, вы будете юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. На картинках, которые будут там появляться в виде ролика, будет расписано преимущество юридического лица, преимущество индивидуального предпринимателя. Недостатки юридического, недостатки индивидуального предпринимателя. — Можно еще подумать в этот момент. После того, как вы решили все-таки, кем я буду, начинается опять дальше процедура. Процедура – это подготовка документов для госрегистрации. Это написание заявления о госрегистрации. Если это юридическое лицо, то это будет R11001 форма заявления. Если индивидуальный предприниматель, то R21001. И подготовка учредительных документов. Для индивидуального предпринимателя учредительных документов нет. Для юридического лица учредительные документы – это решение учредителей, устав. Но хотелось бы сейчас сказать новшество, которое вступило с 25 ноября 2020 года. Федеральная налоговая служба разработала и утвердила приказом новые формы для госрегистрации. Если до 25 ноября 2020 года у нас существовало 20 форм заявлений, то с 25 ноября их осталось 13 форм заявлений. Это произошло в том, что объединили некоторые формы, чтобы люди не путались, все в одну форму ввели, сократили некоторые формы, как уже не нужны. И есть такое новшество, которое тоже мы сейчас всем рекомендуем, и люди пользуются. Действительно пошли документы, идет госрегистрация. Это такое понятие, как типовой устав общества. Для общества с ограниченной ответственностью подразумевается и разрешено использовать в своей работе типовой устав. Типовой устав – это уставы, которые утверждены, размещены на сайте Минэка, их можно воспользоваться. И при государственной регистрации, когда вы будете регистрировать, скажем, тоже юрлицо, вы не обязаны будете этот устав разрабатывать. Вы просто выбираете типовой устав, в заявлении о госрегистрации проставляете отметку, что общество работает на основании типового устава, там номер 10, 20, всего их 36. И уже этот типовой устав вы не распечатываете, не прошиваете, соответственно, вы его не несете в пакете документов на госрегистрацию. Это и удобно, это сокращается количество документов, которые вы понесете, объемы. Только надо же выбрать еще из 36. Ну, как раз вот для этих целей на сайте, опять же, налоговой службы есть сервис «Выбор типового устава». Там сам сервис стоит так, что вам компьютер задает вопросы. Вы отвечаете «да», «нет», «да», «нет». И в итоге, когда вы отвечаете уже на последний вопрос, вам компьютер говорит, что для ваших вот ответов вам подходит вот такой типовой устав. Фантастический. Это только в заявлении о госрегистрации заполняется. Поэтому, соответственно, если вы будете менять адрес, например, либо название организации в процессе работы, вам захочется поменять наименование, то у вас это уже будет не изменение в учредительный документ, а просто изменение, внесенное в ЕГРЮ. Соответственно, если бы вы вносили изменения в учредительные документы и принесли бы лично в регцентр, либо почтой направили, то тут у вас еще была бы госпошлина. Потому что документы, которые приносят лично в регцентр, либо направляют по почте, внесение изменений в учредительные документы, то там еще идет госпошлина. Ну вот лучше не ходить, видимо, лично. Ну, так как я уже говорил, что у нас в Самарской области практически 80-85% документов на госрегистрацию теперь поступают в электронном виде. Электронный вид — это либо от нотариуса, мощного нотариуса зарегистрировать заявление и попросить нотариуса отправить в регцентр. Это один способ. Второй способ — электронный вид. Это если вы как заявитель имеете усиленную электронную цифровую подпись свою, получающую еще удостоверяющих центров, вы можете направить заявление, подписав своей электронной подписью. Либо вы пришли в многокациональный центр. Потому что многокациональные центры, как уже было сказано согласно закону 129 ОФЗ, они, документы поступают в рекорган в электронном виде. То, что вы идете в МФЦ на бумаге напрямую, это взаимоотношения между заявителем и МФЦ, а взаимоотношения между МФЦ и налоговой службой рекорган, оно только в электронном виде. И, соответственно, закон 129-й говорит, что все документы, поступающие из МФЦ в рекорган, считаются в электронном виде, с использованием электронных связей. И, соответственно, они подписываются сотрудникам новофункционального центра, ЦП сотрудникам новофункционального центра, и госпошлины не оплачиваются. Поэтому, когда вы идете через МФЦ, никакой госпошлины для вас нет. И вот то, о чем я говорил, что поменяется название регистрационного центра, что это была МФНС по Красноглинскому району, а теперь это будет межрайонный номер 20. И, соответственно, если вы пришли через МФЦ, то госпошлины вы не платите, и путаться, скажем, в реквизитах вам не придется. И еще удобство, когда вы идете через МФЦ, через нотариуса, они уже тоже знают о реорганизации, соответственно, они сами направляют документ уже туда, какой рекорган будет. Поэтому ошибки, ваши ошибки тут быть не может. В общем, почти ни о чем беспокоиться не надо. Единственное, что, а вот каким образом получается сам результат, что да, ура, тебя зарегистрировали? Ну, результат тоже. Опять же, вот в эти которые формы, я говорю, что с ноября, 25 ноября ввели новые формы, которые утверждены положениями и порядок заполнения. В этих формах теперь предусмотрено, в обязательном порядке заявитель должен заполнять адрес электронной почты, на которую ему надо указать услугу. И поэтому, если, например, вот я говорю, регистрация, в течение трех рабочих дней рекорган принимает решение. Как я, ну, всегда люблю говорить, что вот мы в понедельник мы сдаем документы, да, мы принесли вечером, в понедельник сдали в рекцентр, он зарегистрируем понедельником, то уже в вторник, всегда в четверг, край, это самый крайний срок, когда рекорган примет решение. Соответственно, вас либо зарегистрируют, либо откажут. Если вас зарегистрировали, ну, либо даже отказали, то в этот же день на адрес электронной почты вам уходит письмо, в котором будет приложено, если это регистрация, значит, соответственно, придет лист записи о том, что вы зарегистрированы с указанием УГРН, и учредительный документ. Если вы не используете типовой устав, а устав, который вы сами разработали, то он сканированным образом вернется вам с отметкой на регистрирующий орган, что данный устав зарегистрирован. Если вы используете типовой устав, то вам только лист записи придет, потому что у вас типовой устав, его не надо никуда распечатывать, не надо никуда нести, он у вас всегда есть в пользу, всегда есть на сайте, все, кому интересно, вы можете это посмотреть. Поэтому еще раз говорю, что это в течение на третий рабочий день, это самый крайний срок, регистрирующий орган примет решение. Быстро. Вот вы сказали, что практически не бывает отказов, но все-таки, видимо, бывают, да? По какой причине могут отказать? Отказы, они четко регламентированы в 129 законе, 129 ФСЗ государственной регистрации индивидуальных понимателей и юридических лиц, 23 статья этого закона. Отказов много, которые надо смотреть. Основное, это, скажем, отказы, новые отказы, которые появились, раньше их не было. Это, например, если индивидуальное физическое лицо. Был когда-то учредитель или руководитель другого юрлица, который, ну, бросили. По каким-то причинам оно не пошло, работать не стало и не закрыли добровольно. А мы это юрлицо, налоговая служба, исключила из реестра по своей инициативе, по 21.1. Соответственно, что с момента исключения этого юридического лица, и если у этого юридического лица была задолженность, задолженность не ограничивается сколько. Она может быть от рубля. Если есть задолженность от рубля, то уже действует пункт такой, пункт Ф, отказы. Это запрещающий в течение трех лет с момента исключения данного юридического лица, кто был директор в этом юрлице, либо учредитель более 50% учреждать, либо входить в качестве директоров в другие юридические лица. Пока действует это ограничение. Либо ошибки тоже часто бывают при заполнении документов. В государственной регистрации заявления заполняются, и там есть ошибки. Вот мы сколько сталкивались, иногда люди вместо паспорта в дате выдачи встают дату рождения, либо наоборот. Это уже ошибки, которые чисто заполнением отказ по пункту А, который позволяет человеку исправиться и подать по новой этот пакет документов. Еще одно новшество, которое с 25 ноября более подробно, и людям всегда говорим, что это надо обращать внимание. Это теперь все адреса, которые заполняются в заявлении о госрегистрации, они все привязаны к федеральному адресной системе, ФИАС так называемый. Если адреса указанного в заявлении о госрегистрации не будет в ФИАСе, например, мы проверяем и находим, что человек указал адрес улицы, дом такой-то, а этого дома нет в федеральной адресной системе, он не утвержден, нет почту в адресной системе, то регистрирующий уголок примет решение об отказе. Это связано с тем, что в связи с этим приказом ФНС России в 617 государственной регистрации, все документы, которые заполняются в госрегистрации, адрес должен быть структурирован именно под ФИАС. Идет жесткий контроль до здания, потому что все мы понимаем, здание, вот оно есть должно, а после здания там еще есть несколько полей, например, этаж, комната, офис. Вот это заполняется, это может быть, потому что самое главное, чтобы был в ФИАСе адрес. Поэтому мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда юрлицо заполняет документы на государственную регистрацию, прикладывает, что я вот буду находиться у города такой-то, улица такая, дом такой-то, офис такой-то, открывается ФИАС, в этом ФИАСе данного дома нету, оказывается, что это было незавершенное строительство какое-нибудь, либо это было узаконено, просто построили, ввели, но не сходили еще в администрацию, не присвоили адрес. Поэтому пока адреса почтового нет в постановлении администрации о присвоении этого адреса и включении данного адреса ФИАС, вам, регистрирующим, будет отказывать госрегистрацию. Обращайте внимание на вот такое заполнение. Андрей Иванович, давайте мы сейчас, прежде чем продолжить, вернее, уже прежде чем завершать наш разговор, давайте посмотрим сейчас вместе со зрителями ролик, который создан налоговыми органами. Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей является обязательной и ответственной процедурой. Вопросом обеспечения достоверности сведений в государственных реестрах уделяется большое внимание. Особое внимание уделяется случаем введения бизнеса через подставных лиц. То есть таких лиц, сведения о которых, как об учредителях, участниках организации или их руководителях, внесены в единый государственный реестр юридических лиц путем введения их в заблуждение или даже без их согласия. В современном законодательстве за использование подставных лиц при регистрации организации, а также за внесение сведений о подставных лицах в государственные реестры предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишения свободы на срок до 5 лет. За представление в регистрирующий орган недостоверных сведений также предусмотрена административная ответственность должностных лиц в виде штрафа в размере до 10 тысяч рублей. Повторное совершение такого административного правонарушения, а также представление в регистрирующий орган документов, содержащих заведомо ложные сведения, влечет в отношении должностных лиц дисквалификацию на срок до 3 лет. Поэтому будьте бдительны, не предоставляйте свой паспорт и не подписывайте заявление о государственной регистрации, если не планируете управлять организацией и участвовать в ее деятельности. Если вы являетесь участником или, например, генеральным директором юридического лица, то с момента государственной регистрации вы становитесь ответственным за деятельность организации. Даже если вы являетесь подставным лицом, то вы считаетесь работающим и не можете получать пособия по безработице. Кроме того, как учредитель или руководитель организации, вы не можете работать в государственных или муниципальных органах. Если вы считаете, что сведения о вас в Едином государственном реестре юридических лиц недостоверны, обращайтесь в регистрирующий орган лично или отправьте нотариально заверенное заявление по почте или направьте электронное обращение, подписанное вашей электронной подписью. Заниматься бизнесом через подставных лиц, как и быть подставным лицом, это нарушение законодательства. Не рискуйте. Андрей Иванович, очень доходчива, конечно, и ответственность прописана, и что почему. Ну а вообще, вот фиктивное руководство, это много прецедентов? На территории Самарской области за прошлый год было возбуждено 548 уголовных дел. Это первый показатель по России. И за это время, вот на 20 мая, уже 305 уголовных дел. Соответственно, и приговоры были вынесены, 80 приговоров за прошлый год, и на 20 мая уже 28. Поэтому обращайте внимание, если вы регистрируетесь, даете свои паспортные данные. И в заключении хотелось бы отметить, что на сайте налоговой службы очень более 50 сейчас электронных сервисов, которые позволяют не запутаться, которые помогают налогоплательщикам, заявителям разобраться в системе налогов, системе государственной регистрации, системе заполнения документов на госрегистрацию. Поэтому обращайтесь к сервисам электронной налоговой службы, которые помогают и способствуют в вашей работе, чтобы не было проблем заполнения документов на госрегистрацию без ошибок. То есть, в общем, на самом деле достаточно несложно разобраться с помощью всех этих сервисов. Смотрим инструкцию, скачиваем программу, заполняем документы и несем документы на государственную регистрацию. И как раз эти сервисы помогут разобраться во всех тех нюансах и деталях, о которых мы сегодня говорили в течение нашего эфира. Я только напомню, что у нас в городе Эс был начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Самарской области. Мы сегодня говорили о результатах реорганизации налоговой службы. И большое спасибо, Андрей Иванович, успехов в работе. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова